Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите телерадио, канал Страна ФМ. И в то время, когда сборные по футболу России и Саудовской Аравии готовятся сойтись, чтобы открыть чемпионат мира по футболу 2018 года, мы тоже готовимся как-то поддержать наших спортсменов. И, собственно, у нас всё для этого есть. В эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Ну как можно поддержать болельщиков, как можно поддержать спортсменов, мужчин только концертом красивой, талантливой девушке? Мы договаривались два года, и всё получилось. У нас и получилось! Всё сошлось. Сегодня концертный зал имени Надежды Мейкер-Грановской. Здравствуйте! Ну, в общем-то, наверное, и ради этого чемпионат мира и организовали. Конечно! Конечно, да. Спасибо тебе огромное. Мы ждали тебя давно. Я очень рада вас видеть в который раз. Безумно счастлива. И особенно, когда есть возможность попеть что-то очень знакомое, что-то не очень. Но, тем не менее, мне кажется, что, конечно, сложно наших спортсменов сейчас поддержать той музыкой, которая будет исполняться, потому что она такая совершенно лирическая. Они в душе, понимаешь, поэты. Вот, ну, может быть, у них там что-то в душе и взыграет. Спорт — это искусство, Наденька. Да, конечно. И победа за вами. Наденька, что касается патриотических каких-то победных песен «Вперёд, Россия!» Их сколько записали, ты знаешь, а просто тьма тьмущая громадная. Поэтому я не буду петь патриотических песен. А как раз ты, да, на контрасте внесёшь всё о любви, всё красиво. То, что вообще является всё равно самым главным, основополагающим во всём, будь то спорт или другие отрасли. Что, в конце концов, нас вдохновляет? Конечно же, это чувство. Чувство и амбиции. О, отлично. Надюш, у тебя сегодня команда богатырей-музыкантов. Да, я с огромным удовольствием представлю свою команду. Неполная команда, потому что такой концертный состав у нас немножко побольше. Бас-гитара — Галим. Галим, привет. Бурные аплодисменты. Привет. Клавишные — Юрочка. Юрочка, привет. Вот, как это сказать, Фёдор? Барабаны. Барабанная установка, ударные. Ну, вот как-то так. Так, Фёдор. Фёдор, привет. Очень приятно. И наш звукорежиссёр Мишаня, которого мы не видим, но который помогает нам звучать. Результаты его работы будут слышны всем, надо сказать. Ну, тогда давайте сразу прям музыкальную часть начнём. Начнём. Ну, тогда мы начнём с песни «Танго. Возвращение». Не просто так я её пою, и многие из песен, которые будут звучать, тоже не просто так, потому что не могу не воспользоваться возможностью 19-го июня. Вот, спектакль, и, собственно, с этой песни начинается спектакль. «Танго. Возвращение». Мы перемешаны, измучены, А наши сны давно запутаны возле Непониманием истерзанным Мы так изранены об острые упы Твоя любовь была безумием Моя любовь была опаснее, чем игла Невыносимая, но сладкая Нас до предела довела Танцуй, танго. Танцуй, 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 как в последний раз Мы переломаны, измучены Терпенье сорвано, но нам себя не жаль И я играю поэтами Мне так печально и мне жаль Твоя любовь была безумием Моя любовь была опаснее, чем игла Невыносимая, но сладкая Нас до предела довела Танцуй, танго. Возвращение Танцуй, 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 как в последний раз Танцуй, 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 как в последний раз Танцуй, 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 как в последний раз Танцуй, играй. Расскажи нам, пожалуйста, подробно про спектакль. Ну вот как раз все это подробно, наглядно можно будет увидеть в Театре Маяковского. Начало в 19.00. 19 июня. Музыкальный спектакль «История Дуна Мор». Где будет аргентинская танго, авторские мои стихи и как раз романсы на русском и испанском языках. И на следующий день, давай скажем, что в Петербурге, потому что нас смотрят, слушают в Питере, они тоже ждут. В Петербурге, Колизея. Это случится на сцене, да, Колизея, так что приходите тоже в 19.00. Театр Маяковского, это какой-то случайный выбор совершенно? Или может быть ты объявляла кастинг среди театров Москвы и театр Маяковского победил в нем? Ну, скажем так, я известный человек не той величины, чтобы устраивать кастинг. Вот, но как-то мой директор объявил о том, что есть возможность как раз работать на сцене театра Маяковского. Вот, я наслышана, наслышана о нем. Поэтому мы приняли решение, что это будет именно там. Но для тебя это важно, чтобы была именно театральная сцена? Да, конечно, конечно. Этот проект я, собственно, и создавала таким театральным, и предусматривается только такая интимная театральная обстановка, атмосфера. Причем здесь большой состав. У тебя участников, ты автор-постановщик, правильно? Всего. Да. Хореографы, значит, два человека, друзья, аргентинцы. Все поставили. Все по-настоящему, конечно. Скажи, сложно ли было готовиться? Большая ли там концертная часть? Много ли танцующих? Две пары танцующих. Я и мой партнер. Вот он сегодня буквально прилетел из Буэнос-Айреса. И еще одна пара. Мальчик-аргентинец, девочка русская, но они живут в Москве. Вот тоже, в общем-то, принимают Лиза и Хуан Росалисы в участии в нашем спектакле. И пять музыкантов. Это такая скрипка, банды неона. Скрипка в исполнении Антона, да, которого мы вот слышали в записи, скрипку, да. Антон будет лично, друзья, Антон Семки, да. Главишная, акустическая, простите, не акустическая, акустическая гитара, вернее, да, правильно. Вот. Вот, собственно, и катробас. Так, ну хорошо. Таким составом девять человек вот у нас на сцене. Принципиально ли было для тебя, чтобы танцевали именно аргентинцы настоящие? Можно же было найти наших таких нормальных парней, девчонок, Вика? Ну, как минимум, это должны быть люди, которые все-таки связаны с аргентинским танго, потому что это техника танца, которая совершенно ни на какую другую не похожа. То есть с этим нужно, ну, практически не с детства, но, тем не менее, заниматься уже долгое время. Вот. Ну, а чтобы создать вот эту испано-аргентинскую атмосферу, ну, как обойтись без аргентинского танго? Ну, в общем, там должна быть и кровь, и глаз, все должно быть, да, настоящее. Это как язык учить с носителями языка. Ну, конечно, да, совершенно верно. Скажи, пожалуйста, Надь, у тебя-то сколько лет заняло обучение аргентинскому танго? Ой, можно я не буду отвечать? Ну, главное сказать, что люди не подумали, что ты вчера перед концертом отрепрессировала быстренько? Нет, нет, конечно. Я брала уроки техники аргентинского танго, но очень мало. Но мне помогает то, что... Хореографическая школа у тебя, конечно, и больше. В прошлом я профессиональный танцовщик, вот. И уже на протяжении года я занимаюсь балетом, поэтому, в принципе, танцеваль... Что касается танцевальной, скажем, подготовки, она, безусловно, есть. Сейчас о танцевальной подготовке. По коленкам Наде видно, что действительно занятий очень много на портере проводит. Давайте к вокальной подготовке сейчас перейдем. Давайте, да. Следующий номер нашей программы. Следующий номер нашей программы. Вот как раз давайте мы на испанском и споем. О, замечательно. История д'Унамор. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Александра. Боже мой, как на приеме прямо умращать где-то. Потому что, ну, действительно, как вот можно так погружаться в эти песни, Надя? И неважно, о чем поет, правда? Да, я не понимаю. Лишь бы пела. Я понимаю, что история любви. Ну, вот какая-то драматическая история, ну, браво. Это просто достаточно любить. Вот, когда ты что-то любишь, что-то тебя вдохновляет, опять-таки, вернемся к вдохновению. Конечно, откуда-то это из недр земли подымается. Из недр подсознания, я бы так сказала. Действительно, такое ощущение, что ты когда-то исполняла песни на этом языке. Скорее всего, конечно. Во всяком случае, родство точно чувствуется. И слышится, нам тоже, надо сказать. Что касается спектакля, ты уже рассказала, что помимо песен будут танцы, и танцы звучат, да? Как-то тогда будут хореографические нумерации и стихи. У тебя же есть несколько книжек поэтических твоих. Одна пока? Одна, нет. Значит, будет несколько, а не зря так отговаривалось. Ну, вторая пишется, наверное. Истинно бы ваши уставки. Да, я как раз хотела сказать, кстати, последний стих на сайте опубликован в 2014 году. Почему-то. На каком сайте? На официальном, на твоем. Ты знаешь, я сайтом своим совершенно не занимаюсь. Все в основном, и все стихи, которые я вот и читаю, в том числе в Инстаграме. Да. Ну, и в Фейсбуке. А как-то сайты, как мне кажется, уже отошли на... Писать ты продолжаешь своими словами. Да, вот вчера буквально ехала из Киева в Москву и написала стих. Дорожную? В поезде. Дорожную. Скажи, есть ли у этого дорожного произведения шанс стать песней? Или это просто уже отдельное стихотворение, и с музыкой его не свяжешь? Ну, вот на одно из стихотворений у меня написана песня. Я написала когда-то, да. Кстати, могу ее исполнить. Вот, интересно. Ну, да, смотри. Музыка чья? Моя. Подожди, получается, это полностью твоя песня. И музыка, и стихи. Автор, исполнитель, режиссер. Ну, как-то как писатель все-таки решила, что именно эти стихи ты будешь читать на этом спектакле. Ведь, наверное, они все хороши, все замечательные. Изначально я выстраивала драматургическую линию, значит, историю, развитие. Вот. И уже под те события, которые, в общем-то, на сцене происходили, я подбирала стихи, соответственно. То есть там есть сюжет целый? Конечно. Хэппи-энд? Однозначно. Все. По-другому быть не можем. Ну, отлично. Вот это тебе отдельное спасибо. Вот это прям, это как мы любим. Но хэппи-энд, он состоит не в том, что мужчина и женщина остаются вместе, а в том, что женщина, проходя определенные какие-то испытания, делая умозаключения, вот, выводы, она приходит в состояние вот такой самодостаточности, когда она понимает, что, в принципе, ей хорошо и с собой, наедине, гармония и в одиночестве, да, вот эта гармония, в общем-то, как и в кругу друзей, как и с любимым человеком, в общем-то. Поэтому такое состояние абсолютное какое-то, ну, может быть, не абсолютное, но тем не менее, какой-то гармонии с самим собой. Я очень обязательно тебе спросить. Когда ты всех прощаешь, ты ни на кого не держишь зла, ни обиды. Это очень удрая, да, слова. Ну, это очень важно, мне кажется, потому что нет правых, нету виноватых. Мы все, каждый по-своему, однозначно. Надя, есть ли возрастное ограничение у этого спектакля? Вообще нет, конечно. Я не ставлю никаких совершенно табу, но, судя по гастролям, по той публике, которая приходила во время гастролей, это достаточно уже взрослые люди, которые пожили, и которые не нужно на пальцах объяснять вообще, о чем идет речь. Ну, 30 плюс как минимум, 35 даже. Вот так. Вся информация в интернете. Посмотрите, сколько там плюс, и приходите. Билеты там есть еще. Хотя молодые тоже приходят и с удовольствием слушают. Мне кажется, что дело тут не в возрасте дело, а вот именно в состоянии души. Вот когда тебе хочется вот той музыки, которая бы затрагивала струны твоей души, вот чтобы, ты слушаешь, у тебя сердце стучит. Затронь наши души, пожалуйста. Слезы наворачиваются на глаза, ты что-то вспоминаешь в своей жизни. А тут нет рамок возрастных. Музыка, эмоции, переживания. Вот, все. Затронь, пожалуйста, наши души еще раз. Я постараюсь. Вот как раз давайте исполним песню «Останься», которую я написала. Ты в моей душе останешься навеки, Глаза твои цветы, Я в пламени застыну, И в стенах четырех Нас не осудят люди, Побудь еще со мной, Мой сон, моя прелюдия. Останься, 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 Останься самой дальней Звездой. Я так тебя люблю, Что крылья вырастают. Я за тобой лечу, Куда судьба поманит. Я верить не хочу, Молвей осуждению. Твоя, твоя, твоя Без капли сожалень Останься Глаза твои цветы Объятья твои реки И слезы ни к чему Ведь ты в душе моей навеки И пусть все сочтено Я все равно мечтаю Как ты пойдешь в мою любовью освещая Останься 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 Самой болью Звездой Остань Останься 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 Пусть уходит и остается его вспоминание. Плохое, да, пусть уходит. Мне кажется, даже если у кого-то во дворе розы не росли, вот сейчас они как бы... Вот, и сразу завязались огурцы и помидоры. Ну ладно, что мы с тобой такой высокий и богородный. Понимаешь, полисадник, ну это правда, это песня, которая оживляет. Дорогая, в чем тебя будем лицезреть 19 июня на сцене Театра Майковского? Твои ли это костюмы имеются в виду? Понятно, что твои, но ты ли являешься их автором, да? Ну, конечно, поскольку занимаюсь одеждой. Ты же дизайнер, конечно. Да, занимаюсь одеждой уже как третий год. Мейхер байк Мейхер. Да, в Киеве открыта творческая мастерская, хотя у нас доставка по всему миру через Инстаграм, но пока магазин только в Киеве. Конечно же, грех не пошить. Были ли у тебя какие-то... А я думаю, что трудно будет кому-то угодить, когда ты сама этим занимаешься. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, все как ты хочешь. Все по твоим требованиям, вот как ты хочешь. Да, во-вторых, по требованиям. И ты не зависишь совершенно от времени, от ателье, у которого наверняка свои заказы. То есть у меня свое ателье, поэтому все это быстро, удобно. Я думаю, что после этого спектакля обязательно у тебя должны появиться эти модели. В продаже? В продаже, да. В холле, понимаешь? Некоторые есть, конечно. Но они просто уже проданы. Выпускницы, скажи, смогут приобрести платье? Нет, нет. Но это все-таки танцевальные костюмы, поэтому они не особо носибельны в жизни. Но некоторые, конечно, некоторые наряды у меня продавались, но они уже проданы, поэтому... А я стараюсь модели особо не повторять. Вот, ну, конечно, ты как женщина прекрасно понимаешь нас. Проще придумать другой спектакль. Между прочим, другой спектакль. Есть ли у тебя замысла? Потому что здесь уже ты все придумала, механизм готовый, то есть привез спектакль, выступил. А гастроли, а гастроли. Гастроли, гастроли. Но просто ты как человек творческий, как автор, может быть, что-то еще? Вот Аргентина, а потом вдруг что-то еще. Знаешь, я мечтаю очень давно. Я очень люблю мюзиклы. И, конечно, я мечтаю играть в мюзиклах. Пока сама, скажем так, по уровню не дошла, чтобы придумать мюзикл. Но можно в содружестве с кем-то. Кто знает. Знаешь, вот особо не мечтала никогда. Хотя было безумное желание, но не зацикливалось на этом сниматься в кино, играть в кино. Осенью мы увидим фильм. Да, недавно, уже практически год прошел. Но съемки, дело в том, что долго длились, потому что 16 серий, как-никак. И это именно роль, это не просто медийное лицо участвует в кино. Причем там у тебя две роли, по-моему, в разных возрастных категориях. Одна роль в двух временных отрезках, в разных возрастных категориях. Российский зритель сможет увидеть этот фильм? Да, конечно, конечно. Вот это здорово. Планируется осенью выход. Значит, Оксана Байрак. Режиссер Оксана Байрак, да. И название фильма «Ничто не случается дважды». Осенью мы это увидим. Напомним, если о мюзиклах говорить, ну так, на скидочку примерно, что это должно быть? Чикаго, не знаю. Все, что на ум приводит. Вообще, я люблю такое направление, как кабаре. Надя, мы будем ждать. А я как буду ждать? Ну, давайте сразу перейдем к следующей музыке, не будем долго ждать, к следующей песне. Что у нас за трек? Давайте «Пламя». Давайте. Давайте. Рассказать тебе будет очень сложно, Как в груди боли Просто невозможно забывать тебя Убивая время потерянное В окне надо любви Меня к нему приведи Ясни ярче огня Возьми, мама, меня Гори во мне ярче Гори во мне ярче Гори во мне ярче Гори, гори, гори Думаешь, а я Не скрывала нежность Просто так пошла В океан безбрежный Отпустив тебя Возвращаю время Потерянное В окне плана любви Меня к нему приведи Ясни ярче огня Возьми плана меня Гори во мне ярче 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 Сгорела мне У тебя очень хорошее карьерное телевидение Много программ Неплохая Да, замечательно, все очень успешно Наелась ли ты этого? Прошу прощения за такие слова Или в общем ты открыта тоже к предложениям И готова рассматривать себя В качестве телеведущей дальше Или все-таки мюзиклы и театр Пока на первом месте Нет, нет, нет совершенно никаких табу Любая творческая профессия Вот Я только за и С открытой душой Главное, чтобы мне это нравилось Чтобы тебе это было интересно Потому что в любом направлении Хочется развиваться Хочется даже Чтобы была определенная планка К которой тебе нужно стремиться Расти Конечно Вот Ну периодически возникают предложения Но Но скорее всего это тоже Но уже так или иначе Ты скажи, что тебе интересно Может быть сейчас нас смотрят Слушать люди, которые могли бы предложить Различные звездные истории Были понятно То есть музыка шоу-бизнеса Актеры были Красота тоже Когда я была Когда я впервые пришла на телевидение Это был 2006 год Как раз была программа Дай Боже Дай Боже памяти Что это Невероятные истории о любви Да Вот И конечно Когда ты настраиваешься на эту волну Тут же у тебя Просыпаются какие-то идеи Вот У меня была идея Сделать программу Вот а-ля про это Но только вот а-ля То есть не вот Не исключительно Заточен на секс И вот все вот Около этого взаимоотношения Но вообще какие-то вот Психологические В общем Связанные с психологией Да вот в взаимоотношениях Вот Но Я как-то пришла К генеральному директору канала Вот рассказала ему идею Он говорит Ну давай 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 Ну в общем как-то вот У меня это все потухло Погасло А потом через несколько лет Похожая программа У нас все-таки вышла Появилась Ну с участием Других ведущих Что мы понимаем Что Чек записал Конечно А там всегда Да-да-да Господи Надеюсь Если это будут Не знаю Скандалы, интриги, расследования Какие-нибудь Ужасные перетирки Определения детей Отцовства И так далее Не твое Так что Режиссер Не беспокойтесь Во-первых Не мое Во-вторых Всегда формат И требует от тебя Скажем так Вот этой изнанки Причем где-то не той Которая есть на самом деле Ну чтобы создать рейтинги Ну да А это уже грязненько Попахивает Пахнет не очень хорошо И я такое не люблю Вкусненько Друзья Сегодня у нас здесь Очень красивенько И по-настоящему Да К следующей песне Да Давайте Давайте русский роман Свою Шикарный А будете подпевать Ну как можем Нам перекрывают Перекрывают Так что мы будем Открывать рот Тогда под лаской Берегут зрителей И слушателей От нашего пения Да А главное с душой Да Так мы говорим себе Но нас не слушают Под лаской плюшевого Леда Вчерашним Вызыванием Сон Что это было Чья победа Кто побежден Кто побежден Все передумываю снова Всем перемучиваюсь вновь В том, для чего Не знаю Снова В том, для чего Не знаю Снова Была ли любовь Кто был охотник Кто добыча Все дьявольский Наоборот Что понял В длительном мурлыче Сибирский кот Сибирский кот В том поединке Своего ли Кто в чьей руке Был только мяч Чье сердце ваше ли Мое ли Чье сердце ваше ли Мое ли Летел Вскачь Музыка 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 Ну, как бы, да, в теории, но если уже случилось... Может, День России, понимаешь, и всё, поехали на дачу. Ну, я повторю, что из формы лучше всё-таки не выходить. Вести активный образ жизни, как и профессиональный, так и спортивный. А уж что касается видов спорта, каждый пусть выбирает то, что ему ближе и комфортно, потому что чем бы ты ни занимался, так или иначе нужно искать то, от чего ты получаешь удовольствие. Ну, во всяком случае, я так всегда считаю и этому следую. Для меня это балет, потому что я когда-то в детстве мечтала быть балериной. Это в моей жизни, конечно, не сложилось. Наверняка хорошо, потому что я довольна своей судьбой. Вот, но, скажем так, благодаря спектаклю я возобновила свои занятия, вот, и стала на пуанты, танцую, там что-то. Это невероятно интересно, и, конечно же, вот, когда вот амбиции появляются... Нет, нет, я никого не собираюсь затмить, но вот для спектакля... В большом театре выдохнули сейчас-то. Да-да-да, для спектакля это очень полезно, и ты находишься всегда в танцевальной форме, поэтому это важно. Сколько часов в день, Рома, извини, пожалуйста, я спрашиваю, все те же миллионы, все-таки хорошо, балет. Ладно, подумали, будем ходить. Причем я могу сказать, что есть частные школы, балетные школы в Москве, уверена, в том числе. Есть, конечно. Есть, да, когда ты можешь заниматься вообще с нуля, вот, поэтому сколько бы вам ни было лет, поверьте, я вот занимаюсь в Киеве в балетной частной школе, там занимаются женщины 50-55 лет. Вот так. Вот, и тут же вопрос вот именно внутреннего состояния. Старости не существует, она приходит тогда, когда ты опускаешь руки, вот, когда ты перестаешь вообще по-настоящему жить, вот, поэтому... Собирайтесь и делайте то, что вам действительно комфортно. Старость придет, если у вас нет пуант. Если они есть, то она обойдет стороной. Нет, тут пуанты вообще совершенно ни при чем, конечно, но я веду к тому, что ты можешь заниматься спортом, неважно, что это, какое направление, в любом возрасте. Спасибо вам, что делим, да. Потому что ты, ой, все, уже возраст не тот, все это фигня, все это неправда, все это лень. Многие восприяли сейчас душу и ждут следующую песню. Конечно, да. Ну, тогда бы самому чего. Ну, тогда бы самому что-то, 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 что-то... Бесами много. Бесами много. Бесами много. Como если fuera esta noche la última vez. Бесами, бесами много. Бесами много. Бесами много. Беса-ме, беса-ме много Я боюсь, что 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 я боюсь Я хочу, чтобы тебя очень близко, чтобы посмотреть на твои глаза, чтобы быть рядом Беса-ме, беса-ме много Беса-ме, беса-ме много Беса-ме много Беса-ме много Беса-ме, беса-ме много 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 И клип, да. Вот режиссер Лена Винярская, автор и композитор Стас Шуринс. Ну что ж, хочется сказать, лёд тронулся? Да, мы уже начинаем готовить следующую композицию. Ну, привози в следующий раз с собой Рашель, было приятно познакомиться с ней. Надя, дорогая, у нас крайне мало времени остаётся, к сожалению, для всех нас. Ну, отличная новость. А может быть, к счастью. Ну, давайте останемся с лёгким чувством голода. Да, конечно. И счастье в том, что твои поклонники, жители столицы, гости Москвы, смогут оказаться на твоём спектакле 19 июля, где и хореографии, песни, стихи. С огромным удовольствием, дорогие мои, приглашаю вас на свой авторский спектакль. Это моё детище, которое вот просто действительно по-настоящему выносило, его родила. Вот, со всеми вытекающими последствиями было невероятно сложно, но я могу сказать, что вот на сцене вы увидите меня. Вот, мою душу, моё сердце услышите. Поэтому там я самая, что ни на есть, стопроцентная Надежда Мейхер. Настоящая. Это театр Маяковского, 19 июня, 20-я, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Питер. Да, ну и что хочется еще сказать, дорогая наша сборная, Россия по футболу, мы все, что мы смогли, сделали. В общем-то, да, остается вот три минуты тоже им до выхода. Пожелаем ребятам удачи. Надь, Надь, что мы послушаем? Давайте, да, крайнюю композицию. Побудь со мной, хотела сказать. Вдохновение. Вдохновение, собственно. Всем нам. Спасибо. Спасибо. Вот и кончились слова И движение внутри Стой над бездною, смотри Как я падаю туда Не волнуйся, мне легко Я на дне, но не притяг Выдыхаю я тебя вдох И новая история Жить и не видеть Словно закрыты глаза И ты не узнаешь Я переиграла тебя Жить и не помнить Что было с нами вчера А я улетаю в даль Нет, а твое тебя Вот и кончились слова И движение внутри Ты же знаешь, жизнь не грамм Все ненужное сотри Я запомню силу рук И заманчивые слова Много, друг мой, не надо Для вдохновения Жить и не видеть Словно закрыты глаза И ты не узнаешь Я переиграла тебя Я переиграла тебя Жить и не помнить Что было с нами вчера А я улетаю в даль Не добивая тебя Я переиграла тебя Я переиграла тебя Жить и не помнить Я переиграла тебя Жить и не видеть Что было с нами Что было с нами вчера А я улетаю в даль Не добивая тебя А я улетаю Не добивая тебя Браво Надежда Мехергановская Надя Спасибо, ребята Потрясающий концерт Спасибо До встречи Это фантастика Концертный зал Всех благ До свидания До свидания Хорошего вечера До свидания